Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас снова будет кулинарный влог с участием моей мамы, конечно же, в главной роли. Она будет готовить что-то из куриных ножек. В общем, она сейчас всё расскажет и покажет. Так что, кому интересно такие видео, продолжайте смотреть. Что ты сегодня готовишь? Фашированные ножки. Фашированные из чего? А вот то, что осталось. Вот сыр, сосиски и бекон. Сардельки, сосиски. Однофиг. Вот. И бекон. То, что было. Если бы не было бы... Ну, видишь, вот сейчас ножки вот такие вот до талии которые. Наталья. Вот. Поэтому сейчас вот в это вырезаю. Вот. Хотя, дядь, видите, тут с кожей. Дядь не любит с кожей. Ну, не знаю. У меня не получается без кожи фаршировать. Она, кожа, всё-таки, как-никак держит какую-то форму. Так что вот так вот сейчас буду я расковыривать всё это мяско. Косточки, не знаю, бонки, наверное, на суп. Вот. А это потом буду фаршировать. Фарш можно любой. Что есть. Ну, да. Сделать ещё с грибами. Я знаю. Вот, да. Можно с грибами, да. Можно туда и рис, грибы, рис. Там можно лучок, яйцо. Вот. Но вкуснее почему-то всегда с копчёностью. Например, там колбаска осталась, жопка? Жопка пья. Вот. Вот такая вот какая-нибудь. Вот. Или... Вот у нас, например, да, вот у нас в сезоне иногда продавали... Я не знаю. Ну, это раньше вот, когда в городе были. На сезон у нас там продавались такие наборы для пиццы. Угу. Туда можно было и соляночку его взять. Там прямо вот эти все жопки, все обрезочки такие вот там. И копчёные, и вичинка, и сосиски такие вот. Ой. Так быстро разбирали. Угу. Да. Там как выкинут. Как раньше в советское время. Выкинут все так. Ха! Туда. И всё. Сидят. Тут у мамы. А кто ещё? А Буньки нету. Да. Старой кошки только нету, да? Да. Она, наверное, птицу пошла ловить. Или в шее. Ты подойди, сейчас я почищу тебе отдам. Ты уже можешь. Вот так вот. Ну вот. Вот я вот такие вот набил, сделала. Я оставила, ну не пяточки, коленочку оставила. Вот косточки тут это самое собаки сейчас положим в морозилку. А это вот коленочку. Вот я их вот так вот. Вот так вот. И сейчас вот я буду отбивать их. Эти косточки, их можно и на суп, но у меня просто дети не любят, когда мусный бульон. Да. Вот. Будем отбивать вот такой великолепной штучкой старой советской рубль, между прочим. Один рубль стоит. Вообще раритет. Но он правда удобный. Ну да. Это не то, что вот сейчас вот это стукнул и он... И гладенько. Ну да. Фигня какая-нибудь или этот отскакивает. В общем я сейчас буду отбивать. Вот немножечко отобью. Можно не отбивать. Ну не знаю. Попробуем. Отобью. Вот так вот. Вот так отбивать. Все это потихонечку. Ну я не знаю, как он мне взять может без кожи. Ну не знаю я. Ну что страшного, кожу потом убьет. Ну кожу бонки отдаст. Вот. Вот так сейчас будем отбивать. Хочу всем девочкам сказать большое спасибо. Вот я когда делаю вот эти как бы, как их называют, растрепки. Кстати мне очень понравилось название. Да. Растрепки маме больше всего понравились. Да. Я так и буду их теперь называть растрепки. То, что вот они вот мне там рецепты подсказывают. В общем спасибо за их позитивные отклики. Да. Отклики. Очень приятно. Очень спасибо. Очень прямо даже спасибо за невозможности. Потому что я в принципе, я человек не публичный. Я все вот это очень боялась. Меня Наташа сколько раз уговаривала. Давай мама давай. Да что я буду. Да что я буду. Ну вот ваш позитив прямо зажил очень. Спасибо девочки. Воспользуюсь. Запишу себе книжечку свою. Буду пробовать ваши эти самые рецептики. То, что вы посоветовали. Очень интересно. С рыбой. Прекрасно. Вот потом вот эта женщина там как-то в кефире. Да. Там очень много таких пожеланий. Все буду пробовать. Да просто тебе еще написали яйца, крахмал. Да. А потом вначале все обжарить. А потом мы чуть-чуть майонез, сыр и в духовку. Очень великолепно. Главное, что вот так вот сделал и в духовку. Да. Травневозиться. Кстати, у тебя спрашивали. Вот ты часто очень все обжариваешь, а потом в духовку. Да. Зачем ты это делаешь? Я это делаю. А потому что дети. Из расчета вдруг они съедят. Ну да. Раньше, когда у нас была совсем плохая, в городе совсем плохая духовка. Ух! Старая плита плохая. Она была вместе. Варочная панель, ну старая, электро какая-то была. И варочная панель хорошая, а духовка сдохлая. Я все делала, как я их называла, котлеты бульк. То есть я вот обжаривала котлеты, складывала плошечку и наливала водичку. И они у меня... И мясо ты так же делала? И мясо, да. Я все делала вот это, как его называют, бульк. Чтобы оно немножко покипело. Потому что мясо вдруг не прожарено. Вдруг что-то такое. Вдруг какая-нибудь бяка. Вдруг еще что-нибудь. Детки... Были маленькие детки, поэтому только вот все вот так вот. А сейчас, поскольку духовка, вообще шикарно. Не надо стоять. И вот не надо пере... Вот эти самые... Сжарить с одной стороны, с другой. Крыжечка прожарилась, не прожарилась. Так... Легко так. Бжик-бжик-бжик-бжик. И в духовке. И в духовке она дошла. Чтобы внутри просто было у тебя все прожаристо. Все прожаристо. Да. Ничего. Зять тоже привыкает уже. Один-то зять вообще любил, чтобы горелки были. Такие прямо. Аш! Горелки. Но потом я тучила. Я тучила. Да. Я притучила Бу. Он начал там что-то возмущаться. Я говорю, так я говорю, я вот внуку Васю уже. Я говорю, что он будет такой недо... Горелки. В общем. Вот так вот. Поэтому... Да. Воспитывать нас. Да нет. Ну... Господи. Ну кто знает. Мясо-то разное. Не, ну мы же магазин... Но ты даже рыбу, например, вот обжарила ее и потом в духовку. А вот детям, например, делаю вот эти их нагисы эти домашние. Угу. С курицей. Ведь их долго нельзя. Я же их обвариваю в сухарях. Правильно? Вот. И жарить их до готовности, до внутренней, чтобы было мясо нормальное, их нельзя. Потому что сгорят вот эти все сухарики. Поэтому я даже на маленьком-маленьком огоньке, вот они вот так вот, так перевернут, становятся розовенькие. Ну там, какие розовенькие, господи. Чуть-чуть подрумянивается? Да. Чуть-чуть подрумянивается и все, и я вытаскиваю. И вот у меня нет вот этих горелых сухариков. Раньше я делала в кляре, но что-то они не стали есть в кляре. Ну да, в кляре. Заелись. Это заелись. Это надо периодически вот так вот. Кормишь, 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 кормишь. Потом они тогда прекращают. Как с этими? Как с блина, с оладьями. Да. На этом самом, на дрожжах. Вот они, давай баба, давай баба. Вот эту миску нажаришь, этих маленьких оладушков. Они прямо вот и уносили наверх туда. Мультики смотрят и съедали. Раз съели. Ох, я их обрадовалась. Второй раз съели. Ох, как хорошо. На пятый раз уже я доедала. Мы с боночкой, да? Мы с боночкой пили. Уже старший спросил. Я говорю, будешь оладушки? Он говорит, а есть нормальная еда? Да. Все. И с этого раза прекращается. Это вот, наверное, все так мужики. Ну да. Все. Женщины в этом отношении, девушки, как-то спокойно. А чай попьем? Чай попьем? Чай попьем? Чай буду? Чай. Вот я когда одна у вас не было. Хм. Я такой чай пила. И все. Ты тогда забила мне холодильник. А что толку забила? Ну как и был, и был. Ничего осталось такое. Не, ну колбаску я делала. Ничего могу сказать. Это все. Вот. В общем, вот так вот. Конечно, вот это, значит, вернемся к блюду. Да. Вернемся к блюду. Конечно, вот это мутотень. Вот такие вот косточки. Конечно, это прямо вот. Они продаются вот так отдельно, да? Нет, не продается. А продается просто филе, счищенное с бедра. И оно почему-то по цене, вот я влезу. Оно кусками. Смотрела, да. Оно, то есть просто не вот снятое с кости, а просто кусками срезанное. Оно почему-то по цене, кстати, дороже, чем куриная грудка. Ну, все правильно. Работа. Ручная работа. Да? Да, конечно. Конечно. А это поэтому муторно снимать. Вот. В принципе, это как можно даже и праздничное блюдо. Ну да. Потому что каждый день это не поделаешь. Так вот. Вот. И вот, значит, вот так вот я сейчас отобью. Вот, немножечко. Вот. Потом посолю, поперчу и буду вот это все складывать. Вот. Бекон у меня тут и сарделька. Туда буду вовнутрь. Все это потом я заверну в фольгу каждый отдельно. А сыр? Сыр я буду потом. Нет. Я чуть-чуть добавлю, смешаю вот с этим, чтобы он схватился. А потом я, когда она будет почти готова, я потом вот эти все раскрою конвертик вот этот и посыплю сверху сыр, как зять любит. Да? Чтобы вот такая вот. Вот такая вот была. А вон, следующий кусочек. Вот и все. Главное, что долго не надо у плиты стоять, потому что у меня работают. Вот так вот. Вот так вот посолю. Вот они. Растреплю. Растреплю. Сейчас перчик. Маме понравилось слово «растреплю». Нет, очень понравилось. Вообще. Вот у нас вторая мадам пришла. Гуничка. Гуничка. А она не будет это мясо есть. Она только белую грудку ест. Это бесполезно. Вот такая вредина. Нет, нет, это бесполезно. Она просто сидит, она думает, что она чувствует, что это, ну как бы… Курочка, да? Да, курочка, но она не ест это мясо. При этом она ест лягушек, мышей и птиц. Да. И нам приносит сюда убитых. Да. Ну старенькая она, старенькая. А сколько ей лет? Подойди, сколько Никитке? 15 минус 2 года. 13 лет. 14 будет. Она старенькая. Вот. Сейчас мы вот будем вот так вот. Кушаем. А можно, конечно, фарш любой. Я еще помню, ты, по-моему, готовила с грибами. Было вот очень вкусно. Но грибы не сухие, а такие… Эти шампиньоны были. Да, 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 да. Вот они, да. Вот с грибами, да, сочетание. Только я не помню, там грибы, лук, по-моему, было, да? Грибы, лук, яйцо. Яйцо, да. Да. А вообще вкусно вот когда копченое, что-то копченое. Вот колбаска вот вкусно. Ну вот у меня… Ну можно же, например, также взять копченый кусочек, маленький остаток… Жопку. Жопку, да, как ты говоришь, колбаски и взять грибы, например, еще с лучком. Нет, нехорошо. Почему? Потому что грибы с колбасой нехорошо, невкусно копченые. Да? Конечно. Ну ладно. Можно грибы, лук, там, чесночок. И вот так вот. А, я не понимаю. Вот. И вот туда заталкиваем. Вот так. Не знаю. Сыр, чтобы они схватились. Чтобы не разваливалась начинка. Да. Вот она, чтобы схватилась она. Вот так вот. Ну туда прямо вталкиваем все. Вот. И потом каждый заворачивается в фольгу. Это фольга хорошая в этот раз. Толстая. Вот. Вот так. Вот. Вот и все. Сейчас немножко маслится. Чтобы не прилипла фольга. Чтобы вкуснятина немножко. Еще колба. Сосичку положила. А некоторые шпажки вот так втыкают. Нет? Можно. У нас нет шпажек. Я, кстати, смотрела. Думала купить, не купить. И все. Вот так буду выкладывать. А потом вот так вот открою и сюда сыр посыплю. Вот и все. Вот такие вот штучки. А, я не включила духовку. Ну ладно. Ну вот. 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 С разогревом на 1 час и 1 минуту. При 180 градусах. Да. При 180 градусах. Вот вот сейчас я забыла включить. Вот. В общем, все. Вот так вот. А потом за 20 минут я уже поставлю сюда, раскрою, посыплю сыром и раскрытые оставлю еще на 20 минут. Вот и все. Вот такие вот вкусненькие они у мамы получились. Мам, сколько они у тебя постоянно? Ой. Они у меня час двадцать. Час двадцать. Я забыла. Сыр. Я поставила. Да. Я забыла поставила. У меня час. Она пропипикала. Я вспомнила. Включить на 20 минут. Угу. На 20 минут включить. Это и посыпать сыром. Вот. Ну вкусно. Ну я осозналась. Да. Вот осозналась. Вот видите, я их раскрыла. И каждая порционная с фольгой берет и кушает. Фольга хорошая. Толстенькая. Угу. Катя не рвется. Вот так вот. Такая вкусняшка. Да. Такие вот у нас вкусняшки. Я надеюсь вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте для моей мамы свои рецепты. Ей это очень приятно. А на сегодня мы будем с вами прощаться. Ставьте пальчики вверх. Нам это очень приятно. Всех люблю. Целую. До новых встреч. Пока. Пока. Пока.